Пик активности клещей приходится на начало лета, а значит отдыхать на природе и дачных участках сейчас небезопасно. Специалисты советуют соблюдать меры предосторожности, отправляясь на отдых надевать плотно прилегающую к телу одежду, чтобы клещам было труднее под нее проникнуть. Кроме того, стоит отдать предпочтение одежде светлых тонов, на ней членистоноги видны сразу. Осматривать себя и детей нужно каждые 40 минут, чтобы клещи не успели впиться в тело. И, конечно, стоит воспользоваться репеллентами. Жительница Самары Татьяна Шлёхова говорит, укусов клещей боится и всегда соблюдает меры предосторожности, выезжая на природу. Оно незаметное. Когда кусает, он выпускает такую специальную жидкость обезболивающую и даже не почувствует, что когда он кусает. А так как у нас везде, в общем-то, там, где Волга и все населенные пункты, там везде очень много клещей. Обязательно нужно репеллентами, одевать одежду, чтобы не проникало. Клещ не проникал, не укусил. А когда возвращаешься уже с прогулки, обязательно осматривать себя, стрячивать одежду, проверять волосы обязательно. По мнению специалистов, для укуса членистоноги выбирают места, где кожа наиболее тонкая. У детей это область шеи и головы, а у взрослых подколенные ямки и живот. Если клещ все-таки успел впиться самостоятельно, его лучше не снимать. Следует как можно быстрее обратиться в больницу. Там его не только безопасно извлекут, но и проведут анализ, и установят, не болен ли он энцефалитом или боррелиозом. А пострадавшему сделают профилактический укол. Серопрофилактика, то есть введение противоклещевого иммуноглобулина эффективно в первые три дня от момента укуса. Дальше уже профилактика – это неэффективно. Поэтому, если у вас есть возможность в течение трех дней обратиться в лечебное учреждение по поводу укуса клеща, это нужно сделать. Если пациент не успел сделать серопрофилактику вовремя, а клещ оказался носителем боррелиоза или энцефалита, пострадавшего положат на лечение в больницу. В противном случае возможен летальный исход.